ДИАСПОРА Доктор Хайм Бен Яков. Доктор Бен Яков, здравствуйте. Добрый вечер. Действительно, по-вашему, пришло время? Это время давно настало. Давно необходимо было официально зафиксировать необходимость консультации между парламентом, политическими силами в Израиле, правительством государства Израиль и общинами диаспоры по тем вопросам, которые касаются общин диаспоры. Какие, например, это вопросы? Ну, это масса всяких вопросов, связанных с еврейским образованием, в которых в том числе и участвует государство Израиль. Вопросы, связанные с законом о возвращении, которые активно сейчас обсуждаются и, безусловно, влияют. Наверное, не секрет будет для ваших телезрителей, что сегодня фактически члены еврейских организаций и общин в странах диаспоры определяются по израильскому закону о возвращении. Этот закон стал фактически главным критерием, на основании которого лидеры и руководители еврейских общин и организаций определяют, кто же будет их клиентами. Я предполагаю, что здесь есть два вопроса, по крайней мере, у меня на эту тему. С одной стороны, еврейские диаспоры довольно разрозненно чувствуют себя в диаспоре, да, то есть есть масса общин, которые считают себя главными в том или ином городе, в том или ином регионе. Я предлагаю, вы согласитесь со мной. С другой стороны, это уже второй вопрос, на который вы, если хотите, ответите, это то, что многие диаспоры недостаточной степени знакомы вообще с реальностью нашей страны. Вот именно второй, я начну со второго вашего вопроса. Это прекрасная возможность для еврейских лидеров и общин познакомиться с государством Израиля, собственно, с той повесткой дня, которая у нас происходит здесь в Израиле. Стоит еще один момент отметить, что, безусловно, правильно поступают наши законодатели, когда говорят о необходимости исключительно консультаций. Мы независимое государство, не банановая республика, и со всем уважением к общинным организациям стран диаспоры, они не могут до тех пор, евреи, пока они не стали гражданами государства Израиля, определять то, что будет происходить здесь. Но консультации эти должны происходить. Вы задаете вопросы совершенно справедливо. С кем же будут консультироваться израильские государственные политические лидеры? Не будет ли это влиять на разрозненность именно этих общин, которые из-за этого будут ссориться еще больше? Вы понимаете, что есть организованная международная еврейская община, которая структурирована достаточно серьезно и несложно, и дай бог, чтобы на все такие были проблемы, построить некую структуру, которая будет состоять из репрезентативных представителей и которые смогут представить мнение общин диаспоры по тем или иным вопросам. Есть, во-первых, избранные органы в рамках Всемирно-Сианинской организации, которая происходит, вот недавно состоялся Всемирно-Сианинский конгресс, куда приезжают представители еврейских организаций общины с диаспорой. Часто жалуются, а зачем же мы приезжаем сюда? Что мы здесь обсуждаем? Кто нас слушает? Иногда израильские политики абсолютно демонстративно выходят из зала после своих небольших выступлений, оставляя удивленную аудиторию продолжать заниматься дискуссиями, которые часто даже не доходят до принимающих решения в Израиле. И мы должны сказать, что ряд законов были недавно приняты в Израиле, прежде всего закон о национальном характере еврейского государства, где впервые абсолютно однозначно было декларировано, что государство Израиль является государством еврейского народа, имея в виду, и с этим никто не спорит, что не только еврейского народа, сидящего в Сионе, то есть на земле Израиля, в государстве Израиль, но и также еврейского народа, который находится в странах диаспор. Не значит ли это, доктор Бен Яков, что сейчас, когда еврейские общины, часто, когда происходят террористические акты, они просят государству Израиля обеспечить деньги на охрану синагог, просят усилить влияние на борьбу с антисемитизмом, а теперь они не будут просить, они будут требовать, они будут говорить, мы часть еврейского народа и государства Израиля в этом случае, вы приняли законопроект, пожалуйста, финансируйте, спонсируйте и так далее. Есть банальная такая фраза, что когда сильная диаспора, то это усиливает государство Израиль. И наоборот, сильное государство Израиль является в значительной степени гарантией силы и процветания еврейских организаций и общин в странах диаспоры. Безусловно, что антисемитские силы в мире воспринимают евреев диаспоры часто как представителей государства Израиля. Поэтому моральная ответственность, я не говорю о юридической, она сложнее, но моральная ответственность у государства Израиль, которая была создана, кстати, для обеспечения основных потребностей еврейского народа, безусловно, входит и в вопрос обеспечения безопасности. И, кстати, государство Израиль принимает участие в обеспечении безопасности еврейских общин и организаций. Я уже не говорю о том, что люди, прошедшие специальные тренировки и служившие в спецподразделениях, они, как правило, являются офицерами безопасности еврейских общин. И лучше, чем этих специалистов, никто даже не ищет, потому что они действительно лучшие в мире. Более того, спецслужбы, полиция и охранные организации во многих странах часто с удовольствием сотрудничают с такими представителями государства Израиль, принимая во внимание их высокий профессионализм. Что будет с теми общинами, еврейскими общинами, которые по ряду причин, по другим еврейским общинам в диаспоре считаются менее важными или менее принятыми, такие как реформистские общины, такие общины, которые требуют изменить политику Гиюра в Израиле, политику закона о возвращении и так далее. Здесь есть определенная, я полагаю, полемика и сложность в консолидации идей. Есть, безусловно, сложности и напряжение между различными структурами еврейских общин. Когда мы говорим «еврейская община», мы часто подразумеваем набор институтов и организаций, которые действуют. Я привожу всегда пример Москвы, где есть 186 юридически зарегистрированных, официально действующих только в Москве еврейских организаций. То есть они как бы должны участвовать в консультациях, я предполагаю? Очевидно, что не могут. И все эти организации по-разному структурированы, у них разные цели и задачи. Некоторые занимаются спортом, некоторые культурой, некоторые политикой, некоторые заявляют, что они являются представительскими структурами. И поэтому не все они захотят. Но, безусловно, будут какие-то процессы осуществлены в диаспоре. Это одна из причин, по которой невозможно определить, что такой закон будет принят завтра. Необходимо провести серьезные консультации и в странах диаспоры. И очень правильно, что Министерство по делам диаспоры, собственно, сейчас начала такие консультации. Прежде всего, в Соединенных Штатах. Вопросов, по которым есть дискуссия внутри еврейских общин, очень много. Вы перечислили часть из них. Есть еще целый ряд вопросов, например, о статусе святых мест. Есть целый ряд вопросов, связанных с наполнением, так называемый вопрос о культуре, который стоит еще со времен сионистского движения. Что же такое еврейская культура? Что мы преподаем? Что мы транслируем отсюда? И что мы имеем в виду, когда говорим еврейский образ жизни? Это соблюдение заповедей, аллахических постановлений. И если так, то каких раввинов, каких направлений иудаизма? Это сложные, безусловно, вопросы. И я думаю, что в рамках этих консультаций не будут найдены ответы на эти вопросы. Но, безусловно, будут подняты те вопросы, и израильские лидеры осознают глубже то, что беспокоит евреев диаспоры. Особенно в тех вопросах, которые стоят в Израиле на повестке дня. Понятно. Хайм, но с другой стороны, не будет ли нарушаться так называемая доктрина сионизма, когда в американском обществе очень остро обсуждают наши политические аспекты? По-разному мы всегда говорим, в конце концов, ребят, вы не разбираетесь в наших здесь реалиях. Вот, примите решение репатриироваться, приезжайте к нам, а потом уже, как граждане страны, будете обсуждать. Ну, кстати, это не совсем точно. Потому что сегодня сионистом считается официально не тот, кто уже репатриировался. То есть это, безусловно, важно, и такой человек, безусловно, сионист. Но официально, согласно решению Всемирной сионистской организации, и сионистом является тот, кто принимает Иерусалимскую платформу, так называемую, или Иерусалимскую программу, которая требует от человека действительно признать центральное место, если он считает себя сионистом, государство Израиль, и важное место Иерусалима. То есть он только декларировать должен о том, что все евреи должны жить на своей исторической родине. Даже не должен этого декларировать. Сионистом является тот, кто считает, и может, он при этом продолжает жить в государстве Израиль. Более того, большинство лидеров, организаций, которые входят во Всемирную сионистскую организацию, живут за рубежом. Декларируют себя сионистами. С другой стороны, можно ли продолжать сионистскую деятельность, опять же, живя в Израиле? Ну, безусловно. Находясь здесь, и, как когда-то говорили, ругаясь с водителем автобуса на иврите, ты уже больше сионист, чем самый великий лидер международной и какой-то крупной организации, живущей за пределами Израиля. Мы платим налоги, служат в армии, исполняем израильские законы и так далее, и так далее. Строим эту страну, и в основном это делают, конечно же, граждане Израиля. Но поддержка стран диаспоры, и даже в последние годы мы с вами убедились, насколько это важно для соблюдения интересов израильских граждан, для развития торговли, бизнеса, системы здравоохранения, системы образования. Мы не на небитаемом острове живем, в котором жители которого решения сами принимают, сами их исполняют. Важно, что когда и у организаций, и у лидеров стран диаспоры есть возможности поддерживать государство Израиль и отстаивать его интересы, ведь среди наших лидеров в странах диаспоры есть очень авторитетные, серьезные, уважаемые люди, к мнению которых прислушиваются. Это без сомнения. Остаются ли теми, актуальные темы еврейской диаспоры для нашей страны? Это, я вот написал, вопросы антисемитизма, борьба с ассимиляцией и самоидентификацией. Это вот основные направления, скажем так, тех проблем или тех вопросов, которые занимают еврейская община мира? Безусловно, проблема антисемитизма одна из самых серьезных. Вот буквально в последние дни был опубликован в Соединенных Штатах очередной доклад, вокруг которого был достаточно серьезный. ФБР опубликовал доклад о серьезном росте антисемитских актов и настроений в американском обществе. Мы, Евразиатский конгресс, занимаемся Восточной и Центральной Европой, бывшими странами Советского Союза. В нашем регионе ситуация значительно лучше с точки зрения антисемитизма. Но при всем этом мы фиксируем... Вы говорите значительно лучше, значит, вы верите в прозрачную информацию, которую передают эти страны. Вам в этом случае или Израиле? Безусловно. Кроме официальной информации, которая публикуется и еврейскими организациями, и официальными органами, например, Министерства юстиции различных стран, есть огромное количество независимых общественных организаций, академических центров, которые ведут мониторинг антисемитизма. И вот в прошлом году мы выпустили специальный отчет, который обобщает различные методы мониторинга антисемитизма, сравнивает их и отмечает сильные и слабые стороны каждого из них. Я вам скажу, что порядка семи или, может быть, даже восьми организаций ведут мониторинг по разным методикам. Не все друг другу, они, безусловно, согласны. Это сильная сторона еврейского народа. Обо всем надо спорить, в том числе и о том, что считать антисемитизмом. Более того, я вам скажу, есть международная организация, которая выработала определение, что считать антисемитизмом. Иногда критика государства Израиль — это да, антисемитизм, потому что Израиль воспринимается как коллективный еврей. А иногда критика государства Израиль — это критика, которую озвучивают лидеры политические, общественные, государственные различных стран по отношению к целому ряду государств, в том числе и по отношению к государству Израиля. Владимир Высоцкий в свое время сказал, являясь на четверть евреем, кстати говоря, что все мы евреи, некоторые только боятся признаться в этом. Это его изречение. Кого считать евреем сегодня в диаспоре? Я знаю, что совсем недавно вы провели уникальное исследование вместе с профессором Зевом Ханиным и другими учеными по поводу самоидентификации евреев в диаспоре на постсоветском пространстве. Тем более это актуально в свете полемики вокруг закона о возвращении. Вот уже 40 лет у нас считаются имеющими право на возвращение не только евреев по Галахе, но и сыновья евреев, жены евреев и внуки евреев. И тогда как чувствуют себя с этим евреи или полуевреи в диаспоре? В 2017 году в Евроазиатском конгрессе президентом стал Михаил Михайлович Мирлашвили. И тогда он принял решение об открытии Института евроазиатских и еврейских исследований, академический совет которого возглавляет профессор Зев Ханин с 2017 года и, собственно, осуществляет целый спектр исследовательских программ, в том числе и мониторинга. В 2019 и начале 2020 года мы провели исследование идентичности. Мы не считали евреев в этот раз. Это количественные исследования, которые тоже проводятся. Мы их мониторим, собираем и внимательно изучаем. Я хочу вас перебить, здесь интересные данные. Каждый год публикуются новые странные такие данные о том, что все-таки больше половины евреев живет в Израиле, но в основном все-таки говорят о том, что все-таки большинство евреев, и сейчас мы поговорим о том, кто же эти люди, кого считать евреем, живет все-таки в диаспоре. Да, по теперешним современным оценкам в мире сегодня живет порядка 15 миллионов евреев. Из них 8,6 миллиона евреев проживает в государстве Израиля. То есть уже большинство евреев мира уже живет официальная ситуация. Что значит официальная? Это ситуация, которую описывают демографы. С которой согласен наша страна, министерство по делам диаспоры. Да, это цифры министерства по делам диаспоры, и это, скажем так, некие такие центристки. Есть более, есть оценки, что евреев больше, есть, которые оценивают, что евреев меньше. Но по мнению центра, который возглавлял авторитет в этой области профессор Делла Пергула, когда-то он был, возглавлял такой центр в Иерусалимском университете, сегодня это независимый исследовательский академический центр. И по их оценкам это приблизительно вот такое количество евреев в мире. При этом надо принять во внимание, если говорить о количестве, что большинство еврейских общин стареют и уменьшаются в количественном отношении. Единственная еврейская община в мире, которая растет демографически по естественным причинам, это государство Израиль. Плюс репатриация евреев диаспоры. Наше исследование, которое было проведено по методике, разработанной в нашем институте под руководством профессора Зева Ханина, занималось качественной оценкой того, что же думают евреи, когда или люди, которые, может быть, не попадают под классические или те или иные определения еврейства. Что же они думают, когда они говорят, я еврей или я не еврей. Расскажите. И вот наше исследование, которое действительно репрезентативное и включало почти три тысячи респондентов. Мы провели это исследование в пяти странах. В России, в Украине, в Казахстане, Белоруссии и Республике Молдова. Мы рассматривали и городское население, и еврейское население, проживающее на периферии этих стран. Есть различия, например, между... Ну, это, наверное, неудивительно, любой понимает, что есть различия между евреями Москвы и евреями, например, Белоруссии. Непременно. Но также есть различия между евреями Москвы и евреями Санкт-Петербурга. И я, кстати, всех, кто заинтересован, приглашаю посмотреть на нашем сайте это исследование. Довольно популярно оно написано. Его может прочитать и понять даже не демограф или социолог, или политолог, просто человек, интересующийся. По большому счету, евреи этого нашего региона продолжают рассматривать Израиль как центр еврейской цивилизации. Это первый момент. Буквально одну фразу скажу. Евреи нашего региона перестали практически рассматривать себя советскими евреями и считают себя евреями той страны, в которой они живут. В большинстве своем они патриоты Израиля и патриоты своей страны. Это удивительное явление, которого раньше не фиксировали. Но при этом евреи нашего региона считают себя частью глобальной еврейской общины, которая сегодня располагается и в странах бывшего Советского Союза, и в Соединенных Штатах, и в Северной Америке, и в Западной Европе. Ну, последний вопрос. Я задам. Хочется задать, опять же, я не знаю, проверялась ли эта тема, опять же, в исследовании, о котором я уже говорил. Опять же, люди, которые являются внуками евреев, как они ощущают себя по отношению к государству Израиль, по отношению к еврейству вообще, к самоидентификации на своей родине, в России, Украине и так далее. Проверялась ли эта тема, вообще исследовалась ли она? Я не только говорю о внуках, о сыновьях, о людях, о людях, которые и узнали о своих корнях совсем недавно. Безусловно. Мы проверяли, что думают внуки, что думают те, кто не имеет никаких документов, но считают себя в той или иной степени. Есть такая категория людей, которые считают себя в той или иной степени имеющими отношение к еврейскому народу. Это, кстати, серьезный вызов еврейским институтам, организациям, общинным структурам о том, что же они будут делать с этими людьми, квази-евреями, как иногда их называют, которые приходят и говорят, да, я еврей, но бабушка моя сожгла или уничтожила все документы, они потерялись в гражданскую войну, в революцию или в годы Второй мировой войны. Безусловно, чем выше количество родственников евреев у человека, тем больше компонентов в его еврейской идентичности взяты из классических составляющих еврейской цивилизации. То есть люди соблюдают праздники, чем больше у него бабушек и дедушек были евреи, тем больше они соблюдают. Это не секрет. Но при всем при этом и среди тех, у кого был только один из четырех родственников еврей, даже среди них есть огромное желание, порядка 40% получать еврейское образование, посещать еврейские мероприятия в организациях. Сегодня вы видите, что в связи с пандемией возникли дополнительные сложности, физического участия людей часто невозможно обеспечить в связи с требованиями и ограничениями. Сегодня многое ушло в интернет. И о том, как это повлияло на деятельность и на структуру еврейских организаций, предстоит узнать в будущем. Предстоит узнать в будущем. Очень интересно. Евреи это звучит гордо. Евреи это модно сегодня. Так, я полагаю... По-прежнему модно. Гендиректор Евроазиатского конгресса доктор Хайм Бен-Яков было крайне интересно. Мы непременно продолжим беседы на эти темы в будущих выпусках программы. Спасибо большое. Хорошего вечера всем. Спасибо.